Девушки отдыхают Игроков World of Warcraft И конечно же вас ждет захватывающий бой Между командами Virtus.pro и Forza На карте The Dust 2 С 3 по 5 августа При поддержке компании Quipet В Дании состоялся Counter-Strike Source турнир Под названием The Experience В нем участвовали такие именитые команды Как iBallers и Fnatic Кроме того к ним добавились другие Известные в Европе гранды Кроме дисциплины Counter-Strike Source The Experience провели также FIFA 2007 Призовой фонд составил Немного немало 10 тысяч евро Российская StarCraft Brood War Community Сегодня праздновала завершение Первого сезона лиги StarCraft LAN Championship Которую организовал проект Extreme Reality Четыре LAN турнира в Москве Помимо призов на каждом из них Определили 16 участников гранд финала Которые разыграли между собой призовой фонд финала В размере 20 тысяч рублей FIFA состав коллектива Overload Анонсировал новое пополнение Молодой, талантливый и безусловно сильный игрок Под ником Narcotic Закроет пустое место в составе Образовавшееся после исключения из команды Сизова и Развий Наркотик до этого являлся игроком команды Foam И после нескольких серьезных командных матчей В котором игроки Overload ничего не смогли противопоставить наркотику Администрация решила пригласить молодого таланта в свои ряды Недавно компания Blizzard Почитала количество игроков в World of Warcraft И выяснила, что их уже более 9 миллионов во всем мире С каждым месяцем в ряды геймеров вступает более 100 тысяч человек Дебют игры состоялся 23 ноября 2004 года С тех пор World of Warcraft стала самой популярной массовой онлайн РПГ Каждый год выпускаются различные дополнения к игре В первые 24 часа их скачивают более 2,5 миллионов человек Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим гранаты в Counter-Strike Source Если вы попадаете в радиус действия флеш-гранаты Ваш экран становится на несколько секунд абсолютно белым А в колонках стоят высокие тона Когда действие гранаты заканчивается На экране появляется запечатленный в вашем сознании Кадр перед взрывом Который постепенно сливается с тем, что вы видите на самом деле Если ХЕ граната разрывается недалеко от вас То вас, как и в случае с флеш-гранатой, оглушат Помимо этого, взрыв гранаты имеет свойство Раскидывать бочки, оружие, трупы и прочий утварь в помещении Отныне дымовые гранаты выглядят очень натурально Дым заполняет большее пространство И изменяет цвет в зависимости от падающего света Еще одна особенность Гранаты не извлекают дым сразу, как при взрыве А выпускают его постепенно Само собой, что обращению с гранатами придется переучиваться Это касается всех гранат Так как физика их полета заметно отличается от привычной Мы — виртуальная школа Учитесь на пятерке! Пока бесплатно! Разойдись! Смотрите далее За прошедшие годы клавиатуры с уменьшенным ходом клавиш Из разряда экзотики превратились в вполне массовое оборудование И, конечно же, вас ждет захватывающий бой Между командами Virtus.pro и Forze на карте The Dust 2 Известный производитель манипуляторов типа мышь Ориентированных на компьютерных игроков Компания Razer Сообщила о выпуске обновленной версии мышки Razer Diamondback Который получил обозначение Razer Diamondback 3G Где приставка 3G означает использование новых технологий для улучшения точности позиционирования В данном случае речь идет об инфракрасном датчике третьего поколения Цена мышки Razer Diamondback 3G составляет 59 долларов Беспроводной набор O-Click 860M включает в себя клавиатуру и лазерную мышь Дизайн – сильное место набора Комплект выполнен как будто в графическом стиле Четко выделенные тонкие края, рисованные плавные контуры Хорошее сочетание глянцево-серебристого цвета корпуса с матово-черными краями Они приятны на ощупь и не проскальзывают в руках, так как прорезинены Руль Turbo Runner WD-184 – это бюджетный манипулятор Хотя он и занимает одну из верхних позиций в линейке Divitec Угол поворота от края до края – 270 градусов Имеет функцию виброотдачи Дизайн руля трудно назвать современным При его изготовлении были использованы самые простые материалы Что и понятно, ведь цена Turbo Runner всего 1800 рублей За прошедшие годы клавиатуры с уменьшенным ходом клавиш из разряда экзотики Превратились во вполне массовое оборудование А если она заметно отличается от представленных ранее моделей Интерес просыпается вновь Такой клавиатурой стала Sven Multimedia EL79 Стильный дизайн и плоский корпус сразу привлекают внимание А когда выключаешь свет, оказывается, что она еще и светится Клавиатура имеет 16 дополнительных кнопок и 2 USB-хода Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня нам с вами предстоит увидеть очередной матч Прошедший в рамках кругового этапа Национальной профессиональной киберспортивной лиги сезона 2006-2007 В седьмом туре встретились два гранда российского Counter-Strike Киберспортивный клуб Virtus.pro, город Москва И киберспортивный клуб Forze, город Москва Состав команды Virtus.pro Алексей Лекс Колесников, возраст 20 лет Иван Фин Качугов, возраст 23 года Виктор Салли Филимонченко, возраст 22 года Алексей Нелли Новиков, возраст 21 год Борис Слуп Подвальщиков, возраст 22 года Virtus.pro, команда не нуждается в особом представлении Игроки Virtus.pro уже не раз сумели зарекомендовать себя на мировой арене Как профессиональные опытные спортсмены Состав команды Forze Андрей Хома Мироненко, возраст 17 лет Владимир Тарлунд Переволодский, возраст 22 года Кирилл Пахмел Бобрик, возраст 19 лет Виктор Моск Москвин, возраст 22 года А также Павел Фунт Луканидин Состав команды Forze претерпел серьезные изменения во втором сезоне НПКЛ Менеджментом команды занялся небезызвестный Никита СМБ Бакарев После ряда перестановок из прежнего состава остался только мозг В этой игре столкнулись интересы двух топовых российских команд От результата этой встречи будет зависеть игровой рейтинг команд Все готово для начала матча Производятся рестарты и в первую атаку идут Virtus.pro Virtus.pro разделяются два на три Финн, Снуп и Салли группируются у выхода на Б И по команде капитана начинают атаку На Пленде их встречает мозг Virtus.pro еще не успевают выйти на сам Пленд, а уже теряют Фина К Пленду подтягиваются остальные игроки Forze Снуп с Салли заходят на Пленд и убивают мозг Снуп решает все-таки поставить бомбу, но в этот момент Через ворота на Пленд заходят Тарл и Похмел Тарл убивает Снупа, а Салли убивает Похмела В этот момент Хома все еще прикрывает тылы и не дает Лексу выйти на центру Лекс уходит через темный набе Хома понимает это и идет к вороту помогать Тару Лекс пытается выйти на Пленд, но его снимает Хома Салли удается убить Тара, но точку в раунде ставит Хома 1-0 в пользу Форза Далее Virtus.pro проводят два экономических раунда, которые без труда берут Форзы В четвертом раунде Форзы втроем попытаются выбить Виртусов с Пленда А Хома с длины вешает хэдшот Фину, но его останавливает Салли из АВП Еще фраг от Салли минус фунт, и у Форзов в активе остался только мозг Он выходит из Зигзага, убивает Салли, но его тут же решает Снуп Еще становится 3-1 в пользу Форзы Шестой раунд экономический для Virtus.pro Они атакуют центр, но здесь опять же действует Фунт Убивает двоих, ну а дальше подключается Тар с Кольтом Минус трое Виртусов, 5-1 В седьмом раунде после серии разменов Снуп проходит Зигзаг А Финн направляется на длину, где убивает неожидавшего такого хода Фунта Снуп уже на Пленде, и Финн двигается к нему по длине По пути убивает Хому, но и сам умирает, его издалека убивает мозг По итогу раунд в копилке Форзов, так как времени на закладку бомбы у Снупа уже не хватило 6-1 В тринадцатом экономическом для Форзов раунде Хома взрывает двух Алексеев в перемычке перед длиной И Форзы продолжают аркаду Virtus.proходят на Пленд Б и ставят бомбу И тут уже Снуп взрывает двоих гранатой Ну а дальше Virtus.pro просто переставляли оставшихся Форзов 7-6 Последний раунд первой половины матча И Virtus.pro имитируют атаку на А Атакуя тем временем Пленд Б Форзы быстро понимают задумку противника и подтягиваются к Б Но все же здесь все решает стрельба Минус трое от Нелли с Калашом И минус двое от Лекса с АВП Счет за первую сторону становится 7-8 в пользу Virtus.pro Команды меняются сторонами И теперь уже команде Форзы предстоит атаковать, а Virtus.pro оборонятся В первом раунде Форзы теряют мозг на длине и проходят вчетвером по зигзагу Зайдя уже на сам Пленд, Хому убивает Нелли Лекс отвечает, убивает и Хому, и Тара Его все же останавливает похмел Но дальше события развиваются не в пользу Форзы Сначала Финн вешает хэт фунту А потом Исну, побойдя зигзага, расправляется с похмелом Счет становится 1-0 в пользу Virtus.pro Ну а дальше поезд Virtus.pro уже не остановить Как будто на одном дыхании они берут два следующих слива Форзов В основном из-за слаженных действий отдельных игроков В четвертом раунде Форзы покупают оружие Проходят на Пленд А по длине и устанавливают бомбу И даже убивают всех Виртусов Но все же Снупу перед смертью удается разминировать бомбу Счет становится 4-0 в пользу Virtus.pro Видимо, этот раунд стал решающим в игре Virtus.pro задавили Форзов морально И они так и не смогли переломить ход событий до конца игры В итоге, вторая сторона заканчивается со счетом 8-0 в пользу Virtus.pro А общий счет матчей становится 16-8 Что ж, можно сказать, что эта игра показала нам весомость В матче такого понятия, как моральный настрой игроков Идя приблизительно на равных с Форзе всю первую сторону Virtus.pro сделали ставку на собранность и волю к победе Поздравляем Virtus.pro Ведь именно такие победы, как правило, сплочают команду И ведут ее к вершинам успеха Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова